МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Североказахстанскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Омска. Российские партнеры ознакомились с работой предприятий в специальной экономической зоне Козлужар. Подписали ряд меморандумов о сотрудничестве с местными предпринимателями. День спасателя Республики Казахстан отметили 19 октября в Петропавловске. Представители нелегкой профессии наградили благодарственными письмами от имени главы региона. С каковой сезон закрыли на ипподроме Кулагер. Кубок области собрал порядка 50 участников. Подробности в сюжете. Географическое положение, общая история и культурные связи создают благоприятные условия для развития партнерских отношений между регионами. Аким Североказахстанской области встретился с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Главы обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Обе области имеют схожие экономические и социальные структуры. Это позволяет находить точки соприкосновения в различных сферах. В нашей области активно сотрудничают в сфере растеневодства, животноводства, научных разработок, а также в области поставок сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Также более 10 лет осуществляется поставка сельскохозяйственной техники в Омскую область с предприятием ТОАВАГРА города Петропавловска. На постоянной основе ведется обмен опытом по вопросам семеноводства между сельскохозяйственными товаропроизводителями нашей области и предприятиями Омской области. Только за последние 5 лет северо-казахстанскими предприятиями с Омской области приобретены 9700 тонн элитных семян зеленого культуры. Руководство Омской области предложило сотрудничество по 10 направлениям. «Наше сотрудничество устремлено в будущее. Для Омской области Казахстан был и остается основным партнером. На его долю ежегодно приходится около 30% общего объема внешнего торгового оборота региона. И мы видим, что эта доля растет. В структуре нашего товарооборота преобладают продовольственные товары, продукция машиностроения, химическая промышленность, что свидетельствует на глубокой взаимной интеграции нашей экономики». В ходе совещания подписали ряд меморандумов о сотрудничестве между специальной экономической зоной «Кызлжар» и компанией «Диборэкспорт», а также между Центром обслуживания инвесторов СПК «Солтустык» и заводом металлоконструкций «Мост». Таким образом, в Петропавловске будут реализованы проекты по сбору сельхозтехники и изготовлению металлоконструкций для инфраструктурного строительства. «Мы сегодня посмотрели специальную экономическую зону «Кызлжар», где с удовольствием работают и внутренние инвесторы Республики Казахстан, и привлеченные инвесторы с других государств, с Турцией, например, с отличными налоговыми условиями, с подведенной инфраструктурой. И наши предприятия заинтересовались, сегодня подписали соответствующее соглашение о возможности локализации на территории Североказахстанской области». «У нас товарооборот, который из года в год растет, только за три года он вырос с Российской Федерацией, вот непосредственно в Омской области, с областями, которые мы ограничим, это нашей Североказахстанской области, полтора раза, что составило 624 миллиона долларов США. Это хороший товарооборот, есть динамика. То, что Виталий Павлович сказал, я подтверждаю». Главы соседних регионов приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Абаю и Пушкину. Вот уже который год он служит символом межнациональной и межгосударственной дружбы. Валерия Филатова, Вадим Ударисов, МТРК. Делегации из Омского, главец губернатора Момской области, Виталием Хаценко, показали ряд производств в городе Петропавловске. Одно из них – Теонор Панелос, на территории специальной экономической зоны Кызылжар. Здесь производят фанеру. «Три года назад у нас была компания «Втара». Мы оттуда лес заготовили. У заготовщиков, у людей, кто заготавливает, мы забрали лес. Было у нас очень хорошее отношение с областями. И с этого главой, и со всеми». С запуском производства создали 300 новых рабочих мест. Далее с процессом работы и ассортиментом продукции делегация ознакомилась на фабрике производства моющих средств «Ту-Радуга». «Именно твердого мыла. Но также жидкое мыло, порядка 17 наименований. Моющих средств – 8». Полный цикл производства показали и на фабрике бумажных изделий. «Иногда, когда проблема есть, где-то залетает к вам, но резко. Сейчас на сноу где собираемся?» «Вы сами собираем?» «Мы собираем сами, но магазины привозят, рынки привозят». Бумажная фабрика славится своей высокой производительностью. Только с начала года здесь произвели свыше 3000 тонн бумажной продукции. Заключительным объектом посещения «Ту-Радуга» стал завод металлопластиковых изделий. «Идет как первичная, так и вторичная производство пленки, переработка. Изготавливаются полуфабрикаты для производства пакетов и строительной пленки. Примерно это мощность в месяц около 200 тонн производительности. Это полиэтилен же, да?» «Да, полиэтилен. Полиэтилен высокого нескольких. Сибур что-то?» «У нас и Сибур, и, соответственно, наш китяй». Ежегодно завод металлопластиковых изделий выпускает свыше 2500 тонн продукции на сумму более 2 млрд тенге. Реализуют товар на местном и российском рынках. Все проекты значимы, поэтому перспективных направлений сотрудничества двух сторон немало. Детальных тоже обсудили во время экскурсии. Александра Рудина, Александр Янсен, МТРК. 19 октября во всем Казахстане праздновали День спасателя. В Петропавловске тоже организовали торжественное собрание, которое по традиции началось с исполнения государственного гимна. Поздравил ЧАЭСников с профессиональным днем от имени Акима области его заместитель Жасуп Жумагулов. Он отметил, что роль гражданской защиты в обществе является самой важной в обеспечении безопасности казахстанцев. Вот уже почти 30 лет вы обеспечиваете покой и безопасность североказахстанца. Оберегаете нас от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Круглосуточно несете нелегкую, зачастую опасную, но столь важную и почетную службу. В Конституции Республики Казахстан красной строкой прописана одна из главных задач государственной власти – обеспечение безопасности жизни казахстанца. И в реализации данного положения велика роль сотрудников служб гражданской защиты. За достойное исполнение служебных обязанностей и вклад в обеспечение безопасности региона ряд спасателей наградили благодарственными письмами от имени главы региона Гауэзу Нурмухамбетова. В рамках укрепления материально-технической базы местными исполнительными органами были приобретены оперативно-служебные автомобили. Ключи от новой пожарной машины получила и пожарная часть номер 8 села Талшикок Жарткого района. Это новый, новейший пожарный автомобиль, который оборудован новыми пожарно-техническими вооружениями. Также хочу отметить, что этот пожарный автомобиль, мы нуждаемся, так как у нас отдаленный район в сельско-населенной местности. Эта машина у нас вездеход, ну то есть болтоход трехмостовая машина. Прибытием с этой машины у нас наши тактические возможности уже будут намного лучше. Мы сможем ликвидировать, локализовать очаг пожара, аварийно-спасательную работу на начальных этапах. Так как автомобиль новый, очень хороший, мы очень рады, что нам оказали такое внимание. Коныш Жатаев в департаменте работает с 2013 года. Начинал свою деятельность именно в Акжарском районе начальником караула части номер 8. На данный момент является начальником пожарной части того же подразделения. В целом трудятся там порядка 30 человек. Спасатель признается большой вклад в развитие карьеры, сделал его первый наставник. Мы, когда приходим молодыми сотрудниками, за нами закрепляют наставников. У меня был хороший наставник Абдикарим Руслан Альпоевич. Я уже сейчас являюсь наставником, у меня есть молодые сотрудники, есть сержантский состав, есть офицерский состав. Поздравил североказахстанских спасателей, временно исполняющий обязанности начальника областного профильного департамента Жомар Таскаров. Вы всегда защищаете благополучие нашего народа, нашей области, нашу природу от различных стихийных бедствий. Каждый день вы спасаете жизни людей. Мы, наша страна, высоко ценим ваш труд и вклад в обеспечение безопасности. Хотим сказать вам спасибо за мирное небо. В целом, за счет местного и республиканского бюджета, автомобильный парк департамента пополнился тремя пожарными автомобилями, 11 современными оперативно-спасательными машинами. Дополнительно закуплены лодки с моторами и пожарные рукава. До конца года планируется поставка автолестницы, автоцистерн и вездеходов. Валерия Сиваш, Александр Янцен, НТРК. В пятницу вечером в 20-25 часов в полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне Береке 9-летний мальчик вставил в ухо щенка петарду. Пока полицейские устанавливают обстоятельства и детали инцидента, неравнодушные горожане борются за жизнь четвероногого. Тем же вечером собаку подобрала волонтерная Иля Брюхова. Она увидела видео в социальных сетях и сразу же отправилась на поиски пострадавшего щенка. Нелем вместе с другими добровольцами борется за его жизнь. Потрачено уже порядка 40 тысяч деньги на лечение в городской ветклинике Пегас, честь которой позже и назвали бездомного щенка. Там ему поставили предварительный диагноз – травма головы. За около часа полтора этого щенка таскали везде дети с собой. Все это время у него тепла кровь из ушей, из рта, из носа. Когда я приехала за щенком, чтобы мне узнать, где этот щенок, мне потребовалось час-полтора. Да, я бегала по всему району береги, по всем дворам. Щенка я забрала. Пока я ехала, я была вся в крови, кровь текла изо рта, из носа, из уха. Я ехала до клиники Пегас минут, наверное, 25-30. Приехала в клинику, его приняли. В данный момент щенка отправили в Екатеринбург, где ему проведут операцию. Сумма операции от 50 тысяч рублей. Компьютерная томография от 20 тысяч, МРТ – 15 тысяч рублей. Только дорога обойдется в 200 тысяч в деньге. Сейчас ведется сбор средств на лечение. Вот сейчас вот едем, дорога очень плохая, перекрыта дорога. И все время вот так вот скачем. Периодически щенок встает. Мы называли, я назвала его Пегас. Это девочка, но это в честь самой лучшей клиники в нашем городе. Каждый желающий может помочь щенку и отправить любую сумму по номеру плюс семь семьсот шесть девятьсот шесть девяносто восемь восемьдесят восемь. Все остальные сборы являются мошенническими. Валерия Сиваш, МТРК. 18 октября на автодороге республиканского значения Астана-Петропавловск возле села Рублевки Акаинского района произошло ДТП. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля Хова не справился с рулевым управлением. Выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Вольво под управлением 46-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Хова от полученных травм скачался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В понедельник около 11 часов утра на трассе Челябинск-Новосибирск произошел пожар в грузовом автомобиле с прицепом. Вызов спасателям поступил в 10 часов 47 минут. К моменту прибытия пожарных грузовик горел открытым пламенем. Пожар ликвидировали через 50 минут. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в моторном отсеке. Жертв и пострадавших нет. Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает о необходимости своевременной диагностики и техобслуживания электросистемы автотранспортных средств. По статистике автомобиль полностью сгорает за 5-7 минут. Пользуясь услугами такси, пассажир должен быть уверен в своей безопасности. В центре внимания стражи порядка находились как легальные перевозчики, так и нарушители законодательства, перевозившие пассажиров без соответствующих разрешений. В области выявлено 8 таких случаев за 3 дня оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик». Так, к примеру, 15 октября в Петропавловске патрульные полицейские выявили водителя автомобиля, который занимался частным извозом нелегально, а значит, не имел формальных обязательств обеспечить безопасность пассажиров. Всего за время операции со стороны водителей такси выявлено 197 различных нарушений правил дорожного движения. Самое частое – неиспользование ремней безопасности. Полицейские зарегистрировали 61 такой факт. Кроме того, 51 водитель пользовался телефоном при управлении. 22 перевозчика нарушили правила маневрирования. 15 не оформили обязательную страховку. 13 обслуживали пассажиров на автомобилях, не прошедших технический осмотр. Полицейские призывают всех перевозчиков строго соблюдать требования законодательства, не допускать нарушений, создающих угрозу дорожно-транспортных происшествий. С 14 октября в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Задействовали в нем почти 400 патрульных полицейских, участковых инспекторов и сотрудников других служб полиции. В сравнении с прошлым годом удалось добиться положительного сдвига. Если за 9 месяцев прошлого года по вине пьяных водителей произошло 18 ДТП, в которых 5 человек погибли и 25 получили ранения, то с начала текущего года нетрезвые автомобилисты совершили 13 ДТП, в которых травмировано 16 человек. За 4 дня оперативно-профилактического мероприятия на дорогах области стражи порядка задержали 23 водителя в состоянии опьянения. Выявили около 1300 различных нарушений правил дорожного движения. В том числе 148 фактов превышения скорости и 37 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам. Грандиозная распродажа пятигорских шуб в городе Петропавловск с 15 по 31 октября. Большой ассортимент, приятные цены. Норка, мутон, дубленки. Акция «Сдайте старую шубу, получите скидку на новую 100 тысяч тенге». Ждем вас по адресу Чуганово-Алиханово, 15А, рядом магазин «Изюминка». Время работы с 10 часов утра до 7 часов вечера. Действует рассрочка под 0%. На продажу для гостей и жителей столицы североказахстанцы привезли более 735 тонн продукции. А именно мясо всех видов, картофель и овощи, молочные изделия, яйца, мед, колбасы, муку и макароны – изделия. Цены на ярмарочную продукцию ниже на 10-15%, чем на рынках столицы. – Прокажа? – Хорошо проходит, отлично. – Отлично, все прекрасно. Торгуем, люди рады, мы торгуем. Родажа идет вообще счастливо. – Что привезли? – У нас птица домашняя, конина, все полностью, все домашнее. Масло, курочки, все имеется. – А цены какие? – Цены приемлемые. – Две 300, допустим, уточка, две 700 гусь, домашняя птица – 1350, по 4,5-4 масла у нас идет. Я считаю, что это приемлемо. Ярмарка – своеобразный итог работы тружеников северного Казахстана. Не первый год местные фермеры и товаропроизводители демонстрируют жителям столицы свои достижения в аграрной сфере. – Мы приехали из Петропавловска, привезли свою продукцию, мед. Мы пчеловоды, занимаемся пчелами уже больше 10 лет. – Привезли на ярмарку, чтобы продать, показать свою работу, чем мы занимаемся, качество своего продукта. – На ярмарку мы привезли всю козью продукцию, сыры, молоко, йогурт и более 70 видов разных сыров. Вся продукция на ярмарке экологически чистая и на прилавки попала напрямую с полей и ферм. Все выращено своими руками, а значит вкусное и полезное. – Казахстанская продукция пользуется большой популярностью, спрос на нее большой, в связи с тем, что она экологически чистая. В нашей области прорастает свыше 150 полезных трав и мясо, наше мясо наполнено всеми полезными веществами и витаминами. Жители столицы отметили доступные цены, благодаря чему можно сэкономить и в то же время поддержать североказахстанских товаропроизводителей. – Все подготовлено на высоком уровне, ярмарка проходит хорошо, цены приемлемы, особенно для нас, пенсионеров. Я купил мясо, мед и масло. – Да вот мясо набрали пока, только приехали. – А что еще планируем? – Ну, планируем масло взять, крупы. Ну, все необходимое, то, что кушаем, то и берем. – А как вам цены? – Цены хорошие, приемлемые, приятные. Организация тоже на высшем уровне. – Настроение хорошее, погода хорошая, пускай все все продадут нашему государству. Спасибо за то, что предоставили возможность людям купить хорошего мяса, хорошие фрукты. Вот все купили, счастливы. К слову, жители и гости столицы смогли не только приобрести продукты, но и насладиться концертной программой с участием североказахстанских артистов. Семь североказахстанских предпринимателей подали заявление на получение географического указания. Иными словами, документ предусматривает происхождение и уникальность продуктов. К примеру, если взять всем известный апорт, этот сорт яблок – символ южной столицы. По тем или иным показаниям на товары оформляется предписание. Географическое указание получают с целью популяризации товара. Подобные заявления принимают и рассматривают в Министерстве юстиции. Сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы развивать национальный бренд. С помощью географического указания казахстанские предприниматели смогут развивать свой бренд за рубежом. Основные и главные функции географического указания – показать, откуда именно вышел товар и качество товара. На сегодня в республике необходимо развивать географическое указание, так как оно помогает развивать местным предпринимателям «Личный бренд». Это делается для того, чтобы не только помогать предпринимателю в развитии, но и для того, чтобы нашу страну чаще узнавали за пределами государства. В выходные в рамках акции «Таза Казахстан» в парке первого президента горожане вышли на субботник. Среди активистов – работники организаций, госслужащие, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Всего 500 человек. Собрали в этот день три тонны мусора. По инициативе Акимата области мы сегодня проводим субботник непосредственно в парке первого президента. Здесь принимают участие не только общественные деятели, но и члены нашей партии Аманат. Сначала акции «Таза Казахстан» партия поддержала эту акцию и активно начала участвовать в ней. У нас по районам области все филиалы подключились к этой работе. Мы эту работу проводим не только в городе, но и в районах в нашей области, в деревнях. Здесь идет работа по озеленению, по очистке всех территорий парков. Непосредственно, конечно же, уделяется внимание и памятникам. Состоялся завершающий этап областного творческого конкурса «Жасур Пак Казахстан», посвященного Дню Республики. В программе – вокал, инструментальное исполнительство и хореография. Открыл фестиваль ансамбль домристов из района имени Габита Мусрепова. Он исполнил народный кюй Тепенкок. Одна из участниц коллектива – Дарина Сигизбаева. Играет на домре три года. Я всегда мечтала с детства научиться играть на домре, потому что мне нравился звук на домре, ее орнаменты нравились. Мы очень долго готовились к этому конкурсу, занимались хорошо, очень трудились сильно. Поэтому мы вошли в финал, и мы сейчас постараемся войти еще более глубже. Фестиваль ежегодный, состоит из двух этапов. В первом онлайн-этапе приняли участие 300 человек. По условиям, далее прошла только половина конкурсантов. Сегодня свое искусство демонстрируют 23 коллектива. Целью нашего конкурса является развитие творческих способностей учащихся, воспитание казахстанского патриотизма, знакомство с разнообразной культурой народа Казахстана, повышение уровня исполнительского мастерства, художественного вкуса, развитие творческих связей. В сегодняшней программе все многообразие, краски, талант нашего народа будет представлен в выступлениях участников. Это и вокальды, и хореографические номера, лучшие ансамбли. Всем участникам вручили дипломы. Дмитрий Тимофеев, Шерниас Иманов, МТРК. На ипподроме Кулагер проходят традиционные осенние скачки. Они собрали любителей конного спорта со всей области. Это не только зрелищные соревнования, но и отличная возможность хорошо провести время с близкими людьми. Любители верховой езды закрыли летний скаковой сезон. Соревнования проходили сразу по нескольким национальным видам конного спорта. Джурга Жарыс, Аламан Байге, Кунан Байге и Удар Испак. Есть скачки среди рысаков. Рысаки двухлетки, трехлетки, четырехлетки и старши. Они проходят по 2400 метров круг на колясках. Тоже хорошие результаты всегда покажутся из районов наших, Кожургарского района, Мамлюцкого района, Акаинского района и многие другие, которые принимают постоянное участие в этих соревнованиях. Джурга Жарыс, Аламан Байге 7000 метров и Аламан Байге 15000 метров. Рамазан Салим приехал из района Шалакына. Парень знает все тонкости соревнований по Аудар Испак. Самое главное – упорство и смелость, считает всадник. Занимаюсь Аудар Испак уже пятый год. Являюсь кандидатом в мастера спорта. Ежегодно я принимаю участие в соревнованиях, приуроченных к открытию и закрытию скакового сезона. Никогда ничего не нужно бояться. Нужно быть храбрым. Тогда у тебя и твоей лошади все получится. Ежегодно число наездников растет и среди представительниц женского пола. Девушки активно участвуют в соревнованиях, занимают призовые места и вдохновляют подрастающие поколения на новые свершения. Алия Токтасынова занимается Джурга Жарыс уже год. На соревнованиях девушка заняла второе место, показав отличный результат. Мы были, в принципе, готовы. Мы готовились в Астане, приехали сюда выступить. Я считаю, что конкуренция была достойная. Мне очень понравилось. Джурга Жарыс я выбрала, потому что для меня это что-то новое, во-первых. В тонном спорте я очень давно. Мне начали нравиться рысаки. Их движение, их ход. Раньше я думала, что английские лошади самые быстрые и интересные. А теперь я влюблена в рысаков. Жители региона никогда не упускают возможности посмотреть на состязания резвых скакунов и их всадников. Посещаю каждое открытие, закрытие. Очень нравятся конные виды спорта. Такой прям национальный наш дух. Лошадь – очень красивое животное. Когда она движется, ею можно любоваться вечно. Конный спорт очень важен для нашего народа. Я стараюсь не пропускать такие события. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 50 скакунов и всадников. Победители ожидали памятные дипломы, медали, кубки и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составил 2,5 миллиона тенге. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. Спонсор прогноза погоды – компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 киловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс семь семьсот семь, триста сорок три, шестьдесят два, восемьдесят два. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более ста магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова